Вот сейчас включили электростанцию. Это она так гудит? Взять ли вы ее слышите, ее не слышно в доме. Это скорее все какие-то сторонние шумы. Ее в доме не слышно, она далеко на улице. Итак, на чем я остановился, мы делали как раз этот шахматный элемент. Я предложил вам его внести вот в эти вот всякие треугольные дуговые формы. И практически вся вот эта конструкция будет у нас такая вот шахматная. Но я предлагаю вот в этом способе раскраски убрать один из элементов, когда у вас очень маленькая какая-то, очень маленькая величина. Сейчас я к ней подойду и покажу на примере. Допустим, я вот эти три сделал штучки, O4. А вот тут, вот у меня маленькая величина, вот очень маленькая величина. Вот как раз ее просто мы игнорируем и переходим в данном случае не на этот вот сегментик, который вот рядышком, а вот сразу же вот на весь большой. То есть вот маленькие величины я предлагаю игнорировать, потому что их может быть очень много таких мелких-мелких-мелких совсем фрагментиков. Ну, в частности, вот этот тоже маленький. Я уже закрасил. Пока тебя не было, мы тут время-то не теряли. Ну, тогда будьте еще внимательны. Я просто упростить хотел вам чуть-чуть жизнь, чтобы было попроще. Понятно. И у вас будут появляться такие интересные, скривленные с одной стороны, вот такие вот структуры. Вроде бы как вот по принципу шахматной доски, но при этом они закругленные. Тоже очень хорошо можно отработать и моменты с нашей аккуратностью, внимательностью. Вот, где-то будут, конечно, происходить небольшие артефакты, их можно назвать. Артефакты, когда все-таки встречаются два сегмента друг с другом. Сейчас я до этого дойду, чтобы они не тоже встретились, и покажу вам, как это можно обыграть в данном случае у нас. Вот, конечно, имея две-три краски, это легко нивелировать. Там, где встретилось два одинаковых цвета, прыг, мы прыгаем на третий цвет. Или на второй, или на четвертый, там, в зависимости от того, сколько красок выбрано. Вот, но когда всего два цвета, тут, конечно, можно пойти через тональности, то есть сделать более бледненько. Вот, но тоже получается как разновидность цвета. Даже если в одним цветом все делается, вот даже можно его делать слегка. Если фломастер, то можно, например, точечками фломастерными, или штришочками фломастерными. Это все проигрывается. Вот тоже мне маленький фрагмент, ребят, вот здесь маленький треугольничек, совсем малюсенький, и начинается большой сегмент. Я игнорирую треугольничек и перехожу сразу на тот, кто больше. Отдаю ему веточку первенства. Вот это если вот так вот, кому сложновато вот это все использовать. То, что мы здесь построили, это больше такой розетчатый вариант, как розетка получилась такая у нас с вами. Фракталы могут быть спиральные, причем спирали тоже очень разные, разноцветные. Могут быть какой-то волной идти. Опять же, это какая-то часть, либо спирали, либо круга. Имеющие оси симметрии. В принципе, у нас здесь можно тоже назвать осами симметрии, какие-то определенные вот лучики. Как раз многие кристаллы растут по принципу на всей симметрии. Ну, элементов пользы подобных упражнений, ребят, их огромное количество, конечно. Так вот здесь сразу, да, концентрация внимания, это все здорово. Некое успокоение. Не знаю, если кто-то сейчас наблюдает, что происходит внутри. Тут довольно быстро многие вещи можно уже, значит, выхладить. В фазе построения есть, может быть, тоже интересный момент, кто-то, может, его поймал, когда немножко голова путается и запутывается очень сильно. Что уже просто это, что называется, голова кипеть начинает. Тоже это очень хорошая фаза. В небольших количествах она просто необходима жизненно в нашей голове, чтобы лучше соображать. В длительных нехорошо, но вот в кратковременных таких это очень полезно. Так, а маленькое увеличение скорости движения, в том числе и крови. Вот, можно пойти еще таким вот, кто начнет приближаться ближе к центру. Ребята, вот я поймал сейчас на нашем, на внутреннем круге два вот этих элемента. Игнорируя то, что я сейчас не доделал до конца внешний ободочек, все равно привязаться вот к ним. Ну, вот мне хочется это сделать. Вот если такие моменты будут, вот хочется вот что-то выделить. Сразу бросая все, вот только это я сейчас и выделяю. Я их вижу везде, эти сегментики. Вот они повторные у меня. У меня их 6 штук. Ой, 9. Нет, 6. 6, да. Это у нас третья степень умножения. Много двойной. Два по три, шесть. Вот и вот здесь тоже, этот сегментик тоже присутствует. Здесь я тоже маленькую часть круга я пока проигнорировал. Вот то, что внутри заходит как раз вот за пределы треугольника. Вот эти артефакты я не трогаю, которые внутри круга. А вот за пределами там, почему-нибудь с ними сделаю. Очень хорошо развивал, конечно, эту графику, в том числе, внутреннюю какую-то структурность. Вот. Ну и очень интересно поймать ловушки ума. Вот это самое интересное. Вот я в нее попался. Вот так увлекся, так увлекся. Вот. Эти у меня с внешней стороны треугольника, а это у меня внутренний треугольник. Ну вот так вот. Вот у меня попалось вот так вот. Ничего случайно не бывает. Ну и ладно. Тогда я продолжаю это вот сюда вот на выход делать. Вот. Легко, ребята, относитесь к любым моментам, которые здесь произойдут. Они не случайны. В любом случае. Значит, будет точка входа. И повеселее. При том, что здесь довольно все так это выстроено как-то даже логически, я все равно, ребята, настаиваю и предлагаю вам какие-то моменты смело хулиганте. Если что-то так как-то вот будет интересно. Что-то. А вот если вот так сделать? А если вот так вот сделать? Спокойненько. Здесь все-таки этот элемент у нас художественный в том числе. Поэтому здесь всегда оставляйте себе половину внутреннего такого чувства, что-нибудь такое посочинять. Что-нибудь такое попробовать. Особенно если как бы случайно это что-то такое произошло там. Как бы такой. Тем более. Это прям сигнал, что вот надо что-то такое просто похулиганить. Вот. И возвращаю сейчас подближе к периферии. Вверх. Так, ну, вот тут скоро приближаюсь. Вот, собственно говоря, ситуация, ребята, когда у меня два вот этих вот элемента, они попадают оба, граничиваются с сегментами, которые уже закрашены. Сделаю вот здесь, объединиться все вместе вот тут. Сделаю тут, объединиться вот с этим элементом. Вот в этих случаях. Один из вариантов, я покажу сейчас, который можно делать в таких вот маленьких нюансиках, я спокойненько закрашиваю вот эту часть, не касаясь до соседа. Оставляю вот эту беленькую линию. Ну, как красиво. И оставляю вот этот элемент вот такой гранью. Впоследствии комбинация таких граней даст вам эффект, ну, какой-то кристаллическости. Будет появляться кристалличность. Вот это вот один из вариантов. При этом у меня это остается на свету. Этот ушел как бы в такую своеобразную тень. Вот. И осталась эта вот тоненькая грань их контакта. Вот это вот один способ, так как вот можно, если две структуры встретились. Мне придется это продлить, потому что дальше сегментик, вот по идее, вот надо бы доделать вот этот вот. Вот. И, в общем-то, здесь, наверное, так я это и сделаю. Вот. Маленький сегмен сюда. Углами переходим на следующий. По спектральности, то, что мы делали недавно в нашей ритме спектров, мы использовали некоторые эти моменты. Вот там у нас было потруще, то, что цветные и кранские были. Вот. Но принцип тоже вот этот вот очень хорош. Так, вот здесь вот так вот забираем. Ну, а учитывая наше время, такое удивительное время и удивительная эпоха. Будет что вспомнить, как говорится, на заборах на галактике. Это просто чудовое время. И в такое время, думаю, подобные вещи тоже дают некий отдых. Как минимум отдых. Как максимум, даже нужно настроиться на какие-то вещи, в детстве, более внимательно. И даже сконцентрироваться на чем-то. На каком-то усилии, на каком-то моменте движения. Вот. Подобные упражнения очень хорошо структурируют наши мысли. Но самое интересное, наверное, вот этот бонус, в нем тоже очень такой был значимый однажды, это некий баланс между нашими чувствами, эмоциями и внутренней, вот этой вот умственной собранностью. Потому что потихонечку формируют, и раз от раза ум начинает, ну, как будто причесываться, что ли. Удерживать ментальную энергию – это самое сложное из того, что вообще есть. Ментальная энергия самая такая вот динамическая, я об этом уже говорил. Ее тяжело удерживать. Те, кто хорошо удерживает ментальную энергию, ну, обычно это очень большие достижения в этом мире появляются. В старые, стародавние времена людей, которые могли держать свой ментал, как говорится, в уздечке, и управлять своим умом, именно умом, их называли магами. Ну, так, чтобы попроще. Удерживать пять элементов внимания очень сложно. Вот, а тут получается, что потихонечку мы плавненько тренируем такой подход, что мы внимание свое удерживаем все равно на нескольких точках, на нескольких гранях этих наших вот сегментов, которые мы закрашиваем. Хотим мы или того, или нет, но мы постоянно как-то вот учитываем, хоть там рядышком с нашим сегментом. И постепенно у нас образуется такая, ну, как это, боковой контроль, что ли. Делая что-то, тем не менее, при этом мы глядим еще и за соседскими какими-то моментами. Тут оно постепенно появляется. Может быть, не сразу, но постепенно наш ум начинает менять свою какую-то структуру. Наблюдательность особая появляется и внимательность. Вот, а в наше время, когда лапша льется во все уши со всех сторон, приходится вилки использовать хорошенько. Тут как раз можно смело назвать эти упражнения подобные, в том числе это расческа для ума. Еще одно свойство такое интересное. При этом любая сложность этих комбинаций, когда покрывается красками даже на 10%, всего 10-ю часть, если вы уже закрываете, уж тем более, если больше, уже появляется что-то красивое. Уже оно смотрится очень интересно. Какая-то уже есть изюминка в этом деле. Тоже вы это отмечаете. Хотя всего-навсего мы использовали один из самых простых способов заполнения красками. Шахматная доска. Есть другие структуры. Вот это вот шахматная доска. Только не в клетку. Одно, что у нас доска не в клетку разлиновали. Вот еще один, ребят, элемент тоже такой вот. Ну, о гармонии ума и чувств много говорилось во все века. Это такая тема очень острая, животрепещущая. Чтобы ум был причесан, чувства, чтобы струились, в то же время не увлекаясь чересчур. Лишними отождествлениями. Вот, тем не менее, ребят, вот здесь вот можно еще одну поймать такую систему. Вот там, где у нас идет все логично, все стройно, здорово. Поймали даже какое-то чувство, может быть, от ума. Но там, где произошла какая-то сдвижка, ошибка, я их буду артефактами называть. Именно артефакт. Ну, в частности, вот этот артефакт. Вот вариант. Либо там, ну, тоже, как в жизненной ситуации, он как бы и для паники достаточно хорошо почву создает. Вот что-то случилось, не состыковалось, еще это называется в народе. Вот, не состыковочка вышла. Какой-нибудь облом, какая-нибудь еще ситуация. В данном случае вот эта вот ситуация, но, честно говоря, конфликтная. Вот, если так все логично, так все структурно, так вроде бы все пока ладненько, ба-бах, конфликт. Вот, тоже интересный такой момент. Либо одна сторона захватывает другую, либо какое-то вот идет все-таки вот это вот небольшое разделение двух сторон, и каждый из них сохраняет свою структуру и целостность. Вот, тоже оно потихонечку переходит и на наши внешние моменты. У нас сейчас очень много таких артефактов в жизни, когда вот вроде бы все было строено, все было расписано, и график, и календарь, и все было великолепно, и расписание отлично было составлено. Ба-бах, не вышло. Еще раз снова не получилось. Вот, и таких артефактов может быть очень много, а бывает немного. То есть тоже вот такая ситуация. Если такие артефакты появляются, то наша реакция превращает либо артефакт в еще больше интересный элемент красоты, либо мы паникуем, либо мы что-то еще устраиваем, либо пытаемся уничтожить артефакт, чтобы его не было, в принципе. Нет артефакта, нет проблем. Тоже понаблюдайте. Это такая своеобразная, тоже где-то даже карта нашего поведенческого момента в жизни. Ну, я уже красной линией так начал сегодня вести вот эту вот идейку, ребят, что ничего случайного не бывает. Я не раз ее уже произносил в наших разных встречах. Чаще всего мы вспоминаем только когда речь идет о чем-то позитивном, хорошем, классном. Вот тогда да. Тогда ничего случайного не бывает. Мы же встретились там всем. И все здорово. А когда по жизни произошел большой-большой бум, бада-бум, обычно забывается, что это тоже сегодня сначально, все это здорово. И будет только лучше. Так что здесь тоже интересно такая есть маленькая ниточка. Ну и польза выработки привычки, ребят. Все равно таких артефактов будет ни один, ни два. И вырабатывать привычку, спокойно к ним относиться. Ну, в частности, вот у меня еще один сразу обнаружился. Вот здесь вот сегмент очень четко надо закрашивать. И он закрашивает по отношению к этому сегменту. Хотя можно, конечно, погасить вот это вот рядышком, но тут он так красиво будет выделен, придется мне его сделать. Вот я создаю этот артефакт. Тоже пока сделаю на граньке. Посмотрю, как это будет с гранькой. Вот та, которая перед этой находится. Вот тут вот это будет грань. Вот она. Вот два места. Второй артефакт. Нередко бывает это так, что артефакт за артефактом идут недалеко друг от друга. В жизни тоже так же. Любая структура упорядоченная может привести к некой внутренней ленности. отмечают многие исследователи тонких вещей. Именно артефакты дают такую божественную непредсказуемость. Ну вот, стыкнулись. Но, тем не менее, тоже будет очень интересная будет гранька. И это с этой стороны, и это с этой стороны. Так тоже будет любопытно потом выглядывать. Соответственно, само собой, когда два артефакта есть, там где-то уже должен быть третий. Вот он, скорее всего, или-то вот здесь. Вот он тут как раз находится. Вот этот мне придется тоже заполнять. Артефакты нередко идут группами. Вот и тоже делают такой же элемент. При условии, что краска взята одна, ребята, и оттенки я сильно стараюсь не менять. Хотя, да, где-то у меня погуще, где-то вообще вот фиолетовый, черный, прям такой получился очень насыщенный. Все равно. Но я представляю, что у меня как бы один цвет, и вот за счет одного цвета вот можно таким вот образом сделать вот такой элемент. Вот. И я еще говорил вам про другой тип артефакта. Сейчас тоже его где-нибудь найду. потом покажу вам еще один. Потихоньку ваша розетка будет все сложнее и сложнее. Ну, кстати, вот здесь я сделал сейчас этот артефакт очень простой, несложный. Вот у меня здесь две части, одну из которых надо либо отправить в тональность моего цвета, либо как-то выделить. Ребят, второй элемент, он будет по-другому немножко. Вы просто обводите контуром все его границы. Вот это вот один контур, а это вот второй контур. Ну, в принципе, контура я потом буду предлагать вам по всей внешней структуре пройти, сделать. но, в частности, вот подобным элементам тоже нужно сделать выделение. Вот как бы я отделил два этих фрагмента. Вроде бы что-то есть, не потеряная идея, что что-то есть, но только контуром. Это вот второй способ, как это сделать в рамках одного цвета. Сильно фонить по глазам не будет и в то же время будет в общей стилистике нашего рисунка. Вот, возможно, точек закипания ума будет несколько, ребят. Это, конечно, здорово, если будет несколько таких точек. Также ловите точки, когда он закипел, потом остыл, успокоился и даже как-то забылось время, забылось, что там, как, там, чего. Такое тоже может быть. Как раз фраза такого приятного отдыха ума. Ну, используя, конечно, акварель, можно делать хитрые всякие элементы с принципами отмывки, например, но частично так вот делая, формируя какой-то край более темным. Кто с акварелькой дружит, особенно, ребята, я рекомендую использовать эти всякие отмывочные моменты, в том числе и скопление накрасочной в каком-нибудь уголке либо в какой-то стороне. Но это будет слишком красиво. Такой задачи мне не было, чтобы делать чересчур красиво. Оно и так будет красиво, даже если это просто черным фломастером закрасить все эти сегменты. Уже будет очень красиво. Вот. Ну, потихонечку вот формирую уже некую такую завершенность вот в этой части, ребят. Я сейчас вот все контуры, которые у меня здесь находятся, внешние. Тоже их обвожу тонким контурочком. Вот толщину можете себе задать любую абсолютно, какую хотите. Если кисточка тоненькая, пока еще упрямничает и не очень хочет показывать свои тонкие линии, делайте потолще линии, ничего такого. Вот. У вас будет постепенно появляться розетка структурная. Сложная розетка, в принципе. Хотя с точки зрения фракталов это очень простой элемент. Очень простой элемент. Но в этой структурности у вас будет такой интересный элемент каких-то повторных комбинаций. Все комбинации будут повторны. Существует четкое определение, что все, что построено на золотых сечениях между собой и взмодействуя с собой, тоже порождает следующие золотые сечения. Ну, как бы золото-золото дает золото. Вы как будто бы выплавляете новые формы из золотых брусочков. Все они будут тоже золотые. Поэтому используя... Вот у нас было три золотых числа по отношению друг к другу. Вот они уже между собой пересекаясь взаимодействие тоже будут образовать только золотые комбинации. Золотые комбинации на подобных артефактах, которые мы с вами делаем, я сегодня с поиском об этом сказал, очень красиво формируются орнаменты и узоры связанные с кристаллами. Тоже одна из форм удивительнейших фракталов. Фракталы просто одни из самых, наверное, завораживающих, начиная от корочки льда на стекле. Но сейчас, правда, такие стеклопакеты, что уже, наверное, стеклянные корочки мы не увидим. Надо, чтобы одно стекло было. В общем, сейчас уже не такое простое явление сделать такую морозную изморозь на стекле. С эпохой стеклопакетов морозные узоры отошли. Хотя, наверное, величина мороза зависит. Так, артефакт обнаружился. Еще маленький артефакт. Здесь я его сделаю контуром. С одной стороны контур, и вот тут контур. Вот такой вот фрагмент. Способенно, ребята, варьируйте, как вам сделать удобнее, как вам комфортнее. Вот в этом местечке вот у меня артефакт произошел. Надо бы запрасить его по отношению вот к этим двум сторонам. Он логически тут продолжает. Но тут он встречается с двумя гранями, он исчезнет. Я его просто контуром обвожу, карандашик в этом месте, и все. На этом как бы артефакт завершен. Либо пойти вот таким принципом, где встречается с двумя сторонами, и вы оставляете бороздки их границ. Все равно будет читаться линия, невидимая линия нашего треугольника. Кстати, микроартефакты можно все вот так вот и обыграть. Только контуром их подрисовать, чуть-чуть вот тут у меня микроартефакты, тут вот маленькие. Маленькие такие нюансы. Маленькие нескладушки в жизни, которые были непредсказуемы и даже непредвиденные. Какие-то маленькие, какие-то совсем большие, какие-то совсем малюсенькие. все равно мы проходим дальше, двигаемся дальше. И общий узор, вот все эти складушки, они не ломают его нисколько. в целом все равно все смотрится очень интересно. Все равно ум захватывает немножечко, даже немножко запутывает где-то своей логичностью, где-то своей нелогичностью. Вот это тоже часть рисунков, когда в порядочном, привычном ритме вдруг раз, появляется нескладушка. Просто сферу характера иногда это очень сильно может кого-то раздражать. Нормально. Ну, если раздражает недолго, то ничего. Если слишком долго, то может быть, как-то к ним спокойнее отнастись можно. Даже с помощью таких вот подобных элементов. В той практике, которая у нас будет длительная, ребят, там у нас будет создаваться одна большая работа с более сложной структурой. Там будет и другое числовое значение в количестве и более сложные структуры построения. А отдельно мы все 28 дней будем тренировать, делать наш ум в комбинации фракталов, которых на самом деле бесконечное количество. Даже используя одинаковые те же значения, их вариации стремятся к бесконечности. И при этом многообразие красоты, но оно просто начинает немножко что-то делать с нами. Когда используя одни и те же элементы, мы видим их бесконечные вариации комбинирования, это становится немножко другое, своеобразным открытием, которое переносится впоследствии во всю нашу жизнь. Мы не раз об этом говорили, что внешние события не так часто нам удается нивелировать, как-то изменять, но мы легко можем менять себя и свое отношение к этим событиям. Вот это проще, гораздо проще. вряд ли получится изменить, например, восход солнца. Ну, к примеру, так возьмем широко. Восход солнца все равно будет вот в такое-то число. Мы его даже знаем, во сколько утром будет восход солнца, можно посмотреть по календарю, по расписанию, по широте, где вы живете. И как бы мы к этому ни относились, оно произойдет. мы только можем свое отношение чуть-чуть либо радоваться этому, либо, так скажем, ну вот, опять это солнце взошло. Это мы можем. Так и со всеми другими событиями в нашей жизни. Что-то мы можем изменить, что-то мы не можем, но отношения пластичные. вот эта структура как раз тоже потихонечку где-то методом таким подзатыльничка, где-то так плавненько, где-то грациозно увлекая наш он какими-то моментами, тоже нас готовит и тренирует подобным трансформациям. Вот, я, ребят, не знаю, в связи с броском электрической сети, когда вырубилось у нас электричество, я не знаю, сохранится ли моя запись, которая была в первой части. Я сейчас это тоже все записываю. Посмотрю, можно ли будет реконструировать запись начальную. Поэтому тоже вот этот артефакт неожиданно произошел. Хотя обычно нас предупреждают, а тут не было никаких предупредительных моментов, просто внеплановая какая-то отключка. Но так как ничего случайного не бывает, ну что делать? Не потому, что это о пассивности, ребят, я все равно применю все, что могу, чтобы это восстановить, но если что, мы видим тут уже артефакт такой будет. в первом случае на слайдах его сделаем. Само построение. ну опять же, я здесь двигался, ребят, по системе начальной тройной симметрии, треугольник у нас был в основе, его комбинации вариаций огромное количество, я просто одно из этих огромных количеств выхватил. их правда можно было пойти по-другому чуть-чуть, и каждый из этих элементов тоже был бы очень интересен, очень графичен, очень красивый последствия реализации. Редактор субтитров Все, что у нас будет в последствии карандаш, я запрошу закрасить все это контурами. Везде, где есть карандашик, это контур. Даже вот здесь у меня в линеечке был сделан карандаш, превращаю его просто в контурную линию. А потом это можно будет сфотографировать и распечатать на обои. Обои с рисунком. Дмитрий, а вот это вот нутро, оно состоит из трех частей. У меня вопрос. Две сделать цветных или одну сделать в точечку? Ты рассказала варианты, которыми это можно сделать, и каждый из них интересен. Это можно сделать, как ты сказала. Можно сделать в точечку, в крестик, в нолик, все что угодно, каждый сегментик. Можно в полосочки разные. Можно сделать какую-то абстрактную волнистую линию, какую-то очень структурную, прям такие вот четкие логические балансы. А другая сторона пополам того и того. Можно просто провести линию в точке, в центральную и все. Только грани и оставить. Можно и так. То есть это всего лишь вариация. Все равно размер от этого, ну главное, чтобы не изменился диаметр этого круга. А сплошняком одну закрасить, один кусочек, одну треть или не надо? Тоже вариант. Можно сплошняком закрасить одну треть. Тоже вариант. А эти два оставить. Ну как-то их так выделить контурно. Можно сделать так, что они все будут закрашены целиком сплошняком, но там, где граница, там не закрашивая, оставить бороздку, чтобы была видна вот та линия, которая как бы вроде как карандашиком сейчас сделана. Вот чтобы она просто светленькая осталась по отношению к этой краске. Тоже будет очень интересный эффект. Спасибо. То есть вариации, получается, я тебе больше даже не ответил толком-то ни на что с твоими вопросами, а только еще больше накидал вариантов этого решения. Ну, зато есть выбор. Да, выбор, к сожалению, появился. Да, выбор – это несложная вещь. Теперь придется выбирать. Тоже одна, ребята, из таких интересных особенностей, когда вот выбор получается с одной стороны, когда их так много вариантов. Если, вот я не пробовал, я один качан пытал, как бы пытал так это своим любопытством, а вот несколько качанов я не разрезал. Если разрезать 10 качанов, рафтальный рисунок ведь будет отличаться. Если кто-то будет делать качаную капусту, пожалуйста, прежде чем шинковать капусту, сделайте по экватору, серьезно. А, и положить их рядом, чтобы из них... Ну да, да. Там же тоже должна быть комбинаторика, и там тоже. Интересно. У меня просто данных нет. Но я предполагаю, что да, в общем-то, пытливый глаз художника, он способен увидеть в каждом бутоне, который мы наблюдаем, каждый цветочек, есть все равно, да, подобие лепестков, да, строение лепестков, оно одинаково. Какие-то есть даже укладка лепестков, но в целом каждый лепесток все равно свои изгибы, свои какие-то там ракурсы, повороты, как минимум. И тот же свет падает на лепесток под разным углом, и уже комбинации становятся все больше и больше. Так вот здесь тоже. Ну и одна из таких самых, ребят, наверное, неожиданных пользы, если брать пользу для жизни, это вот помимо комбинаторики, ну, не произойдет, так, несозерцательность даже жизни, а просто быть, быть в этом узоре, который мы с вами сейчас строим, вот, спокойно принимая каждый фрагмент узора, как целую красоту. Это, наверное, особый дар подобных всех игрушек, арт-практики. находясь всего лишь в двух сегментиках, обуславливая свой ум, вот только вот каким-то маленьким-маленьким кусочком, особой красоты можно и не заметить. Но с определенной позиции, в данном случае наша позиция к плоскостному листочку, она более высокомерна, от слова мерность более высокая. Получается, что мы с вами трехмерные существа, а листочек у него двухмерное всего лишь измерение, у него только ширина и длина, а у нас с вами еще высота добавляется. Ну, я беру грубые измерения. То есть мы уже с высоты на это смотрим, на эту плоскость, но находясь на самой плоскости, в общем-то, вариаций-то не так много, и кажется, что некоторые из них не очень-то вариации. Так, говорят, на нашу жизнь можно взглянуть, когда мы переходим в другую мерность по всевозможных практиках, либо по смерти. Здесь как бы такой некий, ну, своеобразный урок взгляда. Все равно, что бы мы сейчас здесь не делали, как бы мы сейчас это не раскрашивали, спокойненько и упорно, упрямо, может быть, не за раз, может быть, там за недельку, что называется, но потихоньку это все будет завершено. Я стараюсь завершить уже сейчас, потихонечку уже подхожу к завершению. Все равно, как бы здесь это не было раскрашено, оно все равно будет красиво. Ну, прям, прям, как-то даже досадно. Как-то вот сделать из этого некрасиво, но сложновато. Все равно будет что-то интересное. Все равно будут какие-то интересные узоры, орнаменты. С одной стороны, конечно, можно свалить на золотое сечение. Да, вот золотое сечение, в нем все красиво. Ну, даже без него, в принципе, здесь все равно уже какой-то будет интересный такой процесс. Хотя, возможно, она усиливает эти вещи, само собой, как усилитель. Но даже без этого все равно это нам интересненько. Если бы шахматная доска была резиновая, ее всяко-разно начали там выгибать, растягивать, и так далее, тоже было бы интересно. Это сам квадратик тоже золотое сечение, но елки-маталки, оно везде. Вот ведь досада. Оно нас везде преследует. Никуда не деться от красоты. Так что вот. Как и пелидоскоп, Вряд ли получится сделать точно такой же фрактал. Ребята, в принципе, можно, конечно, постараться. Но, во-первых, это не так интересно. Хотя любопытство ради, конечно, можно так вот четко пройти. Но все равно будет отличие, как и в качане капусты. Даже если сделать все элементы, даже если будет подобие, какие-то будут моменты. Даже раскрашивать, скорее всего, точно-таки не будет. То есть в этом плане не повиняется, конечно, гарантированно. Вот у меня все. Сейчас по карандашу по маленьким пробегусь. Мелкие артефакты событий. А, я поняла, у тебя там Мерседес внутри. Ну, они взяли этот знак, между прочим, не от фонаря. Это понятно. Тот, кто взял этот знак, ребята, они знали. Особенность этого знака. Это более древняя система. Я тоже закончила. Вот, ребят, понаблюдайте. У него так вот абстракировано, как бы взлетая над событийностью. Вот. Понаблюдайте его в разных вот таких вот элементах. Сейчас я попробую их показать в камеру. Ну, вот как бы получается вот такая вот система. То есть, когда вы его видите прям, ну, под углом, чересчур. Там сильно все меняется. Как самый узор и орнамент тоже. Так и целиком, как бы взлетая над ним. Это разные позиции, разные комбинации. Вот. Вот, как говорится, найди треугольник. Треугольник здесь, в принципе, находим. Но, да, он замаскированный. Тоже такая интересная штучка. Ну, и свои ощущения, ребят, тоже поглядывайте за ним. Вот, когда вот вы это делали, вспомните, как, с какого момента вы начали это делать, такое было состояние. Для себя отметьте, как сейчас. Какие изменения. Либо никаких вообще не было. Такое тоже вполне возможно. Ничего такого. Вот. Тем не менее, как бы вот сам процесс, может, какие-то мысли приходили, какие-то идеи приходили, какие-то нюансы. Такие работы очень сильно делают, ну, собирание внимания, что ли. Вот, можно так сказать, что если внимание где-то плавает, гуляет, оно здесь раз собирается. В наше время сейчас это очень актуально более чем. Вот. Особенно, когда непонятно, что происходит вообще. Это, наверное, очень хорошая помощь. Вот в таких вот моментах. Хотя, по большому счету, наверное, любой шторм, который происходит у нас, не знаю, если слышали вот Грибнщикова, один из новых его альбомов, там, шторм – это я. Есть такая фраза. Любой шторм, надвигается шторм, шторм – это я. Вот, любые штормы все равно у нас внутри. Вот здесь, как бы, такое визуальное изображение того, что вот как раз легко даст пройти шторм любой, даже если он у нас ловит из нас. Вот, как зеркало. Если зеркало штормов из нас идет, то мы свое зеркало можем вот как раз почистить, чтобы шторм был комфортный. Если какие-то есть вопросы, я не знаю, когда у меня закончится бензин в электростанции, но пока работает. А давайте поделимся. Это очень интересно и очень хотелось бы увидеть, ребята, действительно, давайте поделимся. А я накосипорила в самом начале с построениями, но все равно получилось очень красиво. Вот это вот самая главная мысль. Очень хорошо, что накосипорила. Накосипорила. Большое слово. Классно. Я еще не закончила. Ребят, кто может показать даже фрагмент своей вот этой вот закраски, я вас попрошу ненадолго. Ой, классно. У Алисы там что-то такое живое. Ня-ня, не скрипаю. Что такое единорожек, что это такое? Все то же самое. Я просто хочу сфотографировать на память нашу эту встречу. Держи, держи. Скринчик сделать. Держи, вот так отлично, супер держи. Поэтому прошу показать. На 4 секунды постарайтесь не шевелить. Вот кто ответил, спасибо. Раз, два, три, оп, четыре. Все, поймал. Спасибо. Классно. Ну, я про себя хочу сказать, что я сразу накосячила. Потом как бы думаю, ну все, я все потерялась. А потом думаю, нет. Я очень горжусь собой, что я не бросила. А вот, ну, как у меня рука шла, так и шла. Вот так и получилось. По правилам, не по правилам. Но главное, что я не бросила. Я с собой довольна. А потом еще потренируюсь. Спокойно. Дима, мне не нравится. Сверхзадачи мне ставили. У нас с вами не экзамен по начерталке, там, или по геометрическим построениям. Там строго, не дай бог. И циркуль мы не точили с вами острым-острым, не делали каждые две минуты. Ну, у меня по черчению всегда выше тройки не было. Это была самая высокая отметка для меня всю жизнь. И в школе, и далее. Поэтому я горжусь собой. Здорово. Ну что, ребят, есть какие вопросы, есть мало ли чего, готов ответить. Если вопросов нету, то я тогда всех отпускаю. Спасибо большое. Спасибо, очень интересно. Спасибо большое. Еще раз вам хризантемы. Спасибо большое. У нас курс хризантемы будет скоро. Тоже это фракталы, тоже интересные. Поэтому, пользуясь моментом, приглашаю на хризантемы. Мы будем с вами работать с крупными. Тоже такая громадина. Хотя хризантемы подходят не только для хризантемы. Здесь можно найти в них, опять же, артефакты и других цветов по схожим некоторым нюансам. Но будем с ними работать тоже. Так что, кто имеет возможность, присоединяйтесь. Вам всем желаю всего самого наилучшего. Прекрасного вам дня. Я думаю, эта работа вам еще подскажет некоторые нюансики. Я думаю, это только начало. Наблюдайте, ребят. Моменты могут раскрываться постепенно. Делая такие упражнения, что-то начинает зарождаться. Параллельно у нас какое-то есть особое спокойствие, структурное. Какое-то такое мышление. В то же время оно и логическое, и в то же время не логическое. То есть некий баланс между нашими эмоциями, чувствами, о которых мы в рисовании очень часто упоминаем, и нашим умственным неким состоянием творческого ума. Это редкостный ум. Он отличается как раз тем, что он не оценивает ничего. Он спокойно, структурно что-то строит, выкладывает. Он не оценивает плохо, хорошо. Он просто занят своим делом. Этот ум – особое образование, которое на разных наших курсах мы не очень много уделяли этому внимания. Только на яндрах, пожалуй, мы прикасались к этому. Вот, тогда всем всего доброго. Желаю вам прекрасного дня. Вопрос. Вот меня очень смущает. Спасибо огромное. То ли его весь закрасить, все три сектора, и беленькие, и мерседесины сделать, как я видела вот тут у одной дамы. То ли, ну не знаю, вот как-то не нравится мне. Ну это вопрос уже к чувствам, Лен. Тут надо же чувств. Как это говорят умные? Сердце послушать. Вот все белые шутки послушать сердце. Ну да. Сердце. И сюда хочется наставить всяких точечек дурацких. Нет, ну почему? Если к этому тяготение есть, это уже… Ты можешь спиральку все это развернуть сейчас. Спиральками разрисовать все сегменты. Чтобы вообще белого не осталось. Ага. Ну так, только в прожилках там, в этих разделительных контурах. Ну да. Тем более у тебя хорошо профессионально все закреплено. Я там смотрю с кочеком, все как полагается. Не так просто оторвать. Благодарю, Дмитрий. Успехов вам, цветочков побольше. И котят. Котят у нас немало. И цветочков тоже. Счастливо, ребят. Всего доброго. Пока-пока. Всего доброго.